Всем доброго дня, меня зовут Сергей, как всегда за кадром стоит моя жена Нина, снимает. Всем привет! Хорошо, кстати, снимает. Я собрался делать это, то есть копченую курицу, горячее копчение. Для начала я приготовлю маринад, замарину ее, то есть это одно будет видео. Если повезет мне скоптить на улице через день-два, то будет и второе видео по эту тему, или хотя бы в доме. Я не знаю, как мне произойдет все, будет ли она вообще коптится, мы еще раньше зажарим. Итак, или приготовим. Здесь приправы, как видите, разные, я буду по ходу объяснять. Буду сейчас оставлять рецепт, рецепт довольно таки простой, нетрудный. Если половину вы приправ туда закинете, тоже будет очень вкусно. Ну что ж, начинаем. Так, мясо мы взвинули в сторону. Начинаем теперь в действительности. Кориандр. Еще известен под названием блошиного растения. Правда, семена довольно-таки приятный запах дают. Ну вот растения, ну да, привыкнуть надо. Так, что у нас еще вместе можно с кориандром вместе продать. Так, это можжевельник. Ох, я по-моему слишком много сыпнул, но ничего страшного. В сегодняшние дни как раз такой тренд. Так, это у меня эстрагон. Здесь у меня две чайные ложки сахара. Можно сахар не кидать, не обязательно. Здесь это базилику. То же самое, идет к сухому материалу. Тоже немного сыпем. Самое-самое главное, это тимьянчик или чабрец. То есть, как видите, я приправу щедро сыплю. Так и надо делать. Немножко, от орегано совсем как раз немного надо. Чуть-чуть тоже так сверху насыпем. Сухой лук. Можно со свежим делать, но я буду лакомировать, поэтому не желательно, чтобы все сухое было. Добавка, запах интенсивный. Ну, тут можно так насыпать. Само, разумеется, чеснок сухой. Больше запаха, чем в вкусах. Любой подтвердил, да? Так, соль. Я говорю, две чайные ложки сахара, да, если хотите сахара попробовать, да, пожалуйста. И примерно чайная ложка будет. Раз, два. Сразу говорю, соль минеральная, малосоленая. Еще и досаливать придется. Еще кинем. Чтоб мне дневной речи не писали, типа насчет почек и так далее. Это у меня вообще черный перец, да? Все приправы, что я сейчас сюда накидал, практически все они здесь находятся вместе с черным перцем. То есть, концентрат можно сказать. Толщие тоже посыпем. Здесь есть единственная приправа, так это паприка, гранулят. Все остальные, остальное все здесь у меня есть. Тоже можно кидать, можно нет. Так, шварцекюмель, на немецком это называется, на русском... Так, извиняюсь, черный тимьян. Мы с ним часто есть и готовим в пол, да? Само вкусное с ним получается. Теперь немножко измельчить надо. Замерть немножко времени, пока я их всех передавлю. Время действительно ушло немного, как я думал. Надо 5 минут, да? Где-то так. Где-то так. Ну, зачем вам смотреть такое это скучное занятие, как я перетираю. Ну, примерно такая грубая масса. А запах, если бы вы знали, какой вкусный. Кстати, приправ я многие думают, что я много кидаю, а на самом деле нет. Я кидаю только сочетание, которое с друг другом действительно сочетается. Кавамбур, ну правда. Отсюда вообще круто будет смотреться. Можно вообще приправ минимум кидать для копчения, да? Делать маринад, соль, перец, тот же самый укроп, и у вас великолепно получится. А, можно вот и вот столько. Великолепно выглядит. Что ж, приступаем. Хочу вам кое-что интересное показать, да? Существует два варианта, да? Вот это с вакуумируем прибором, короче, вакуум, который создается, такой вот, так называемый домашний вакуум. То есть, объяснять не буду. Отличается от технического, конечно. Вот это сокращает время где-то примерно вдвое, если не втрое, с маринадом сухим. Вот это обычный пакет. Заворачиваем где-то примерно с двое суток надо выдерживать. То есть, если есть одно, идет другое. То, что я так мелко сделал, и использую в самом сухие приправы, это говорит о том, что, если вам покажу, что, дело в том, что, когда создается вакуум, да, выделяется сок мяса, он обязательно будет выделяться. И, если жидкостью это делать, то у меня, вот видите, стандартного вакуумира, то есть, так себе, средненькая модель, и вода, если попадает, тоже это плохо, до него идет. Ну, что ж, теперь самое главное. Делаем сюда. Перчатку я надеваю не из-за гигиены, лица, вот и тому подобное. Просто мне охота потом бежать и руки мыть. Видите, уже масло подготовил, опалил. Вот так специально надо, если с вакуумиром работаете, да, с жиром чем-нибудь, лучше вот так загните, еще можно под низ, еще раз подвернуть, чтобы хотя бы полоска одна без жира была. Видите, я тут даже два раза пропаял. Ну, а теперь просто аккуратно складываем. Надеюсь, тут места хватит. Ну, если что, мне еще один мешочек. Еще один момент я вспомню. Можно было его сейчас вывалить, но я предпочитаю немножко внутрь засыпать и там где-то. Кстати, про этот пакет еще расскажу. В обычном пакете, да, тот же самый лук, тот же самый чеснок можно свежим положить, даже кусочки яблоки добавить. Здесь же такой номер не пройдет, во всяком случае, в моей модели. Теперь щедро можно все-все засыпать. Многие скажут, да, это возни, много все такое, но результат, поверьте, он того стоит. Я, к примеру, так бы сделал, я так. Делайте, снимите и мне покажите. На старом канале у нас часто такое было. Пришлось из одного умника практически прикрыть. Но мы будем рады, если вы назад напишите. И все, этого хватит. Дальше, когда сок будет выделяться, да, он остальное все доделает. И внутренняя часть, сторона более-менее чистая, но наружно. Помимо тебя немножко схитрить кто-то. Мне нужен полный вакуум, который этот прибор в состоянии не создать. Домашний вакуум, так называемый. Не хочет? Да. Не хочет. Заработал. У меня был раньше технический такой. Положил, накрыл, нажал, готово. Тут еще надо. Так, закрыто, закрыто. Ну, время надо. Да, порядок. Так, порядки, порядки. Слишком много мяса за один раз. Тужится, и тужится, и тужится. Ну, чтобы вам это, скучно не было, подождем пока запаяется. Воздух вытащит и запаяется. Наконец-то тужился, тужился. Наконец-то получилось. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, один узел есть, надо второй сделать. Это не обязательно, но я всегда его делаю. Так, на всякий пожарный. Практически готов. И запаял. Две полоски. Когда тут жидкость выделится, уже пошла выделяться, да? Можно так-то положить, где тут больше соли. И она прям все вниз пропитает. Все вниз, короче, пропитается. Готово. Вот почему мне нравится вакуумир. Это тем, что время сокращает. И сильно возиться так не надо. Засыпал приправу. Дальше она уже сама свое дело делает. Под 10 вакуум. И тут уже сок пошел. Уже мясной сок пошел выделяться. А я только насыпал. Буквально пару минут прошло. Ну, в принципе, у нас это видео на этом заканчивается. Если повезет, мы это, короче, снимем. И с копчением. На улице, если повезет. Дело в том, что у нас до сих пор тут карантин, да? 25-е число. Март. И вся эта Германия практически под карантином находится. Если на улице поймали, да? Вот так вот, за тем же гридом. 25 тысяч, да? Вроде там было. Да. И один уже русскоязычный тут переселенец уже такое счастье получил. День рождения. Вишель во дворе хотел справить. Итак, это был наш канал. Желаю всего хорошего. И до скорых встреч. Пишите и оставайтесь с нами. Пока.